Приехали в отель Regalia. Небольшой городской отельчик без собственной зоны на пляже. Так выглядит ресепшн. Это самый юг, самый начало у нас Нагинячанга. Депозит паспорт во всех отельчиках, депозит паспорт во всех местах. Мы зашли в номер отеля Riviera с видом на город, это стандарт. Ну, такой небольшой номерочек. Тут даже, я бы сказала, не на город, а он без вида. Тут очень маленький балкончик, но тут вот такой вид на соседнее здание. Бассейн будем смотреть? Да, будем бассейн смотреть. Конечно. Бассейн. А крыша, вы хотите клеточку? Это как в галине. Да. Много что у нас тут с ванной. Ну, очень так лично, но маленькая такая, скромненькая. Душ на шторке нет. Мы зашли в ресторан отель Riviera. Ресторан достаточно большой. Сейчас пройдемся. Делаем галочку, обращаем ваше внимание, что если мы берем вид на город, то мы можем упереться в стену соседнего отеля. Этот отель на городском пляже. То есть, если вы хотите зонтики, лежаки, шезлонги, придется доплачивать. И самый, мне кажется, большой бонус в том, что напротив отеля парковка. Объясню сейчас почему. Потому что это единственная парковка, на которой можно останавливаться в этом районе автобусом здесь. То есть, большие автобусы не ездят. Только на этой парковке все остальные отельчики вот этого района идут пешком. Ребят, под дождем мы смотрим бассейн в отеле Regalia. Ну, конечно, вид на море красивый. Вид на море красивый, но сегодня идет дождь, в такой все дымке. У них на 16 этаже располагается бассейн. Ну, конечно, да. Масенький-масенький. И тут всего несколько шезлонгов. Здесь еще спустимся. Зона отдыха. Бильярдный стол. Бар. Буквально несколько мясных сидений. Мороженка. И тут еще вот такая небольшая. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by. Субтитры сделал DimaTorzok